Всем привет! Сегодня мы будем брать небольшое интервью у моего брата. Его плюс в том, что он не только отец, но... Я закончил Нижегородскую медицинскую академию. Я педиатр. И после этого выучился на остеопат. Ну, дополнительно я еще массажист, иммунальный терапевт, проходя этапы. То есть самое важное для меня, для пациента, например, это получение медицинского высшего образования плюс остеопатическое. Это какая-то вещь, которая сейчас воспринимается, мне кажется, многими как знахарство и применение странных травок. Поэтому мы сегодня зададим некоторые интересующие вопросы по беременности в основном. Есть в остеопатии какое-то направление, связанное с беременностью? У нас есть цикл, посвященный больше детям, больше периоду беременности, работать с беременным, так скажем, протоколом. Любой здоровый, так скажем, человек нормальный скажет ваше дело, так скажем. То есть вы можете выбирать делать прививки, выбирать какие роды вам рожать. То есть сейчас есть такая возможность, и она есть у каждого. Поэтому, в принципе, если роженица так хочется, да, если беременная решила тоже, есть определенные, так скажем, границы, в которых ей доктор, по сути, как специалист скажет, вот здесь вот, ну вот нет, вам нельзя. Вот, но в остальном, ну пожалуйста, ваше право, так как кто мы, чтобы вам указывать, потому что сколько людей, столько мнений, столько желающих, то, конечно, это наблюдается, смотрится, учитывается, и не насилуется организм, если есть какие-то вот такие вот моменты, с которыми стоит быть внимательным. Окситоцин. Ты можешь вообще сказать, что это такое? Окситоцин – гормон. Гормон, который… Гормон радости, да, как его называют простой, как бы, человек? Ну, он участвует не только в этом, да, то есть, конечно, он стимулирует очень много процессов в организме, то есть, и он есть и у мужчин, и у женщин, вот, но просто баланс гормонов, да, он, естественно, в женском, мужском организме на разных там этапах и стадиях, он, конечно, по-разному проявляется. Выделяется там при сексе, при родах. Ну, опять же, эмоции. В общем, ну, вот счастливый, да, счастливый, да, гормон. Вот интересно, что при родах у нас выделяется гормон окситоцин. И я прочитала такую интересную вещь, что мешает естественным родам часто неокортекс. Такие медицинские понятия интересные, которые, да, про которые, в принципе, мне кажется, совсем не говорят. Возможно, отключить неокортекс в родах и вообще не бояться боли. Вот это вот интересно просто, возможно? Я, наверное, так скажу. То есть не только гормон радости, да. Самое интересное, что тело – это такая двухфазная, да, диалектически связанная система. Хоть и окситоцин является гормоном радости, почему его так много появляется? Только потому, что много боли появляется. Есть понятие системы антиболь, да. Есть боль и антиболь. Вот эта вот система в теле работает очень просто. То есть если вам действительно больно, тело вырабатывает гормоны радости, чтобы сгладить эту боль. Иначе боль будет, да, действительно непереносимой. Но, опять же, есть пороги, есть ресурсы какие-то у тела определенные. Одно без другого невозможно. Что касательно неокортекса, то на самом деле, и я, наверное, в последнее время все чаще и чаще и больше прихожу к мнению, что, опять же, это вопрос работы с собой. То есть вопрос, где ваше внимание. Если вы умеете управлять своим вниманием, потому что, наверное, основная работа неокортекса – это вообще наша осознанность, наша внимательность и вот эти процессы, которые мы не доверяем автоматизмам, скажем так. Мы берем контроль на себя. И если вы имеете определенные, так скажем, качественные характеристики вашего внимания, которым вы умеете управлять, да, и большая часть жизни проходит именно сознанно, внимательно, тогда, конечно, вы и в этих процессах, как и в процессах любой триггировки, например, вы чувствуете свое тело, вы знаете свое тело, вы знаете, как сделать ему легче, как помочь ему, как не мешать своей головой, потому что очень часто количество распространенные проблемы, да, очень часто это мы мешаем головой телу. То есть это практики определенные, все равно это нужно тренировать. Вдруг, когда ты решил, это уже не получится, то есть к этому нужно готовиться. Боль в спине, обострение каких-то проблем, чаще вот связанных именно с болезненностью в области поясницы крестца, что опять же идет изменение гормонального вкона, и вот эти вот вещи, они обостряются, потому что связки становятся более эластичными, мышцы особенно не тренируются, соответственно, получается вот эти вот все. А помимо своих рук, да, и манипуляций каких-то, естественно, которые ты проводишь, есть какие-то парочку упражнений хотя бы, которые ты можешь продемонстрировать? Да. Это колено-локтевая, я думаю, которую все знают, да? Колено-локтевая, да. А что-нибудь еще? Любые упражнения на четвереньках вообще в принципе, потому что эти вещи очень хорошие. Лежа на спине – отличное упражнение полумостика ягодичного. Ага. Тоже подходит всем, делать не обязательно высоко, немножко можно приподнимать таз, и как бы ползание тазом, то есть попой ползать. Когда сидишь на двух ногах, это я потом покажу. И когда сидишь, и когда лежишь вот в позе, когда собираешься поднимать полумостик, тогда тоже будет неплохо вот это вот ползание такое, почесать крестец о пол или кровать. Опять же вопрос, насколько мы внимательно прислушиваемся к своему телу. Если вам что-то пережимает, но вы достаточно внимательны, это все равно как не терпеть, как идти в туалет. То есть если вы знаете, вам надо, вы идете. Я хочу, я делаю. Вот примерно так же это с ощущениями работает и здесь. Поэтому здесь, наверное, универсальный совет – слушать себя внимательно. Это тянущийся лейкопластырь. Эластичный лейкопластырь, который наклеивается на кожу и создает внешнюю поддержку мышцам, мышечным пучкам. Но помогает ли тейпирование при беременности и после беременности? Потому что сейчас очень много в центрах естественных родов за отдельную плату тейпирование после беременности это называется. Хороший вариант. Но это должен делать именно специалист, или ты можешь посмотреть картинку и фигануть себе? Хорошо, когда это делает специалист. Но я считаю, что необязательно. Потому что я очень часто тоже рекомендую что-то. Я могу дать картинки, да, то есть я могу посоветовать. Я могу дать литературу, где это написано. В широком доступе даже, если написать в интернете, в любом поисковике, как ставить тейп. Картинки, в принципе, не глупые. Они тоже расположены по мышечным пучкам. Конечно, надо знать, где прикрепляется мышца. То есть в идеале посмотреть на тему в атмосе, да. Если у вас чего-то срочное, и, например, это цель какая-то просто фиксации, и вы не будете вымерять, где у меня тут напряжено, расслаблено, что в принципе в идеале бы, конечно, делать, то можно пробовать. Все равно это допустимо, это делается, это помогает. Именно как и безбаливание при схватках, да, вот если тебе вода помогает, то почему бы этим не воспользоваться, причем присмотром врачей. Ну, конечно, то есть здесь очень важно все-таки быть с головой, опять же, и в том плане, что у любой беременности, у любых родов, какие бы они идеальные не были, есть риск определенных осложнений. Поэтому это надо учитывать. И почему не пользоваться благами цивилизации и возможностью, да, с возможностями обученного человека, который действительно может и готов помочь. Поэтому, конечно, врач нужен при любом процессе. Это от головы идет или это реально, возможно, как-то физиологически? Ну, опять же, рефлекторно, да, кто же сказал, у нас рецепторов много, воздействуя на разные зоны, можно. Но, опять же, да, наверное, это процессы, которые, ну, как назвать их, шарлатанами не назвал бы, но, наверное, можно как назвать. Кого, кого? Подожди, врачей? Нет, люди, которые говорят, да, что вот я занимаюсь вот таким, таким, таким. То есть я могу провести ваше тело. Из них действительно тех, которые могут сделать что-то, они обычно делают, ну, наверное, я бы сказал, тот, кто действительно, так скажем, общается с телом на «ты», он достаточно многофункционален. Он не будет говорить, что вот моя область очень узкоспециализирована. Тело глобальное, поэтому, что я вам тут, вот эти роды, только такие, я вот только такими родами занимаюсь. Ну, конечно, то есть сейчас, ну, в России, по крайней мере, да, остеопаты – это врачи, то есть обязательно врачи. У них есть сертификат какого-то специалиста, то есть неврология, лечебное дело, педиатрия. Потом ты уже учишься еще постдипломно, переучиваешься специализацией на остеопат. Или вы заинтересованы в том, чтобы именно специалист с высшим образованием вел, то надо спросить, есть ли у вас высшее образование. У него должен быть сертификат специалиста, то есть педиатрия, лечебное дело, неврология, травматология, то есть, ну, в зависимости от того, какую специализацию он проходит. Вот, на этом я думаю, что мы закончим. Я думаю, что было очень много интересных ответов. Спасибо тебе большое. Если у вас остались вопросы, то пишите их внизу. Контакты Артема я тоже оставлю внизу на случай, если вы живете в Нижнем Новгороде и ищете себе подходящего лечащего врача. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok